виталий приветствую торговая сессия среды соответственно наш с тобой эфир традиционный для этого дня говорим как и всегда о финансовых рынках техника фундамента идеи точки зрения обмениваемся ими и подкидываем опять же больше информации для наших подписчиков и тех кто следит за нашим совместным контентом поэтому собственно все как всегда сегодня сразу если говорить про значимые события сегодня заселение опек поэтому если у тебя есть какое-то видение например того что может произойти с рынком нефти было бы круто чтобы тоже также коснулся этого актива я тоже со своей стороны прокомментирую что с брендом WTI в принципе корреляция практически стопроцентная что с нефть может произойти на перспективу ближайшего времени до конца этой недели еще заседание банка Англии завтра и еще non-farm perils которые тоже будет источником волатильности поэтому в принципе заранее я хочу сказать что расслабляться ни в коем случае не нужно рынок остается очень активным и когда на повестке есть такие фундаментальные события конечно же нужно готовиться к тому что он станет еще более активным так ну что давайте демонстрация экрана начнем мы с индекс американской валюты сейчас индекс доллара в районе 106 15 то есть протектировал 105 пунктов на прошлой неделе в конце локальное восстановление началось я рассчитываю на то что это не просто восстановление это возобновление прежнего роста с потенциалом там дальнейшего восходящего движения о индекс американской валюты когда мы с тобой виделись последний раз и обсуждали рынке это было за несколько часов до заседания федрезерва опять же напомню что американский регулятор в принципе дал рынку то что него ожидали повысят ставку на 75 байсных пунктов намекнул на то что дальнейшее решение хоть и сейчас заранее не прогнозируется по процентной ставки но они будут находиться в прямой зависимости от тех данных которые будут выходить и конечно же мы понимаем что речь идет об инфляции если инфляция будет расти то соответственно и будет расти решительность американского регулятора в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки я вот лично мои прогнозы мои ожидания и моя точка зрения совершенно не изменилась после прошедшего заседания резерва но я конечно же расстроился что мы в моменте не получили более дорогой индекс доллара и роста американской валюты но опять же я допускал что эта коллекция возможно учитывая что до заседания фрс мы в принципе оказались в районе 20-летних максимум по этому инструменту фундаментальная идея не изменилась я сторонник того что фрс будет ставки повышать в сентябре в ноябре и в декабре я сторонник того что инфляция вырастет потому что я верю в рост цен на нефть и считаю что нефть будет влиять на индекс потребительских цен но повсеместно в мире не только в сша тем более что в пятницу опять же вышел отчет так называемый индекс расходов на личное потребление очень важный индикатор для федрезерва второй по значимости после фактического отчета по инфляции которые подсвечивают что происходит с потребительскими ценами и дает возможность нам порассуждать о решительности федрезерва на будущие периоды так вот индекс расходов на лишнее потребление вырос как основной показатель так и базовый поэтому я делаю вы что скорее так будет расти скорее доллар будет укрепляться вот этот разговор относительно рецессии американской экономики вроде бы как по теории по практике по цифрам мы видим что рецессия наступила но минфин и резерв не признают что рецессия наступила считаю что не может быть когда рынок труда сильный когда прогресса в промышленном секторе в сфере услуг и и так далее но здесь тоже есть определенные вопросы опять же рынок недвижимости насколько я знаю уже проседает 2 месяца подряд из-за роста ставок протечного кредитования а сегодня кстати выйдет отчет по активности в сфере услуг под интересно будет посмотреть на каком уровне этот индекс находится а пятница нон фарм я сторонник того что рецессия скорее всего наступила и здесь я также подвожу к тому что если признаем все-таки начал глобального финансово-экономического кризиса вещего то он должен начаться пусть даже с технической цель сша которую которую мало кто верит но если это действительно так то на долгосрок безусловно спросом будет пользоваться немного активов и доллар один из них поэтому я рекомендую в принципе использовать текущее значение диапазон 106 вот текущий уровень 106 20 для того чтобы открывать долгосрочные длинные позиции и ждать уже индекс выше 108 или даже 109 пунктов европейская валюта 10162 я был довольно долго сторонником короткой позиции идея того что евро нужно шортить и принципе остаюсь среди продавцов не вижу вообще ни одной причины почему евро может вырасти фундаментальный я имею ввиду там острая ситуация в еврозоне экономическая как мы прекрасно не знает оставляет желать лучшего это видно по отчетам тоже по всем секторам это видно по тому как усугубляются проблемы связанные с энергетическим кризисом и я думаю что в ближайшее время опять же картина совершенно с этим образом не изменится и более того она скорее всего ухудшится потому что впереди зимний осенне зимний сезон когда цены на топливо приорит естественным образом для этого периода времени растут и конечно же немецкая промышленность которая без того наладом дышит при более высоких ценах на топливо столкнется с еще одним таким тормозящим обстоятельством которое негативно отразится на всей экономике в целом я сторонник виталия того что будет паритет я не ручаюсь за то что там летим как говорят с акция 08 или даже у меня 07 было я считаю что прежде чем конечно же евро провалится существенно ниже паритета должен прям значительно ухудшится новостной фон например на фоне новостей о полном прекращении поставок газа в европу мы понимаем что пока что новостей нет это такой гипотетический риск только поэтому удовольствуюсь скромными ожиданиями паритет это примерно 160 пунктов с текущих значений и рекомендую принципе шортить евро доллар на отметке 102 40 и так профит прийти и еще один актив который хотелось бы затронуть точнее два актива это рынок нефти 100 долларов за баррель сейчас по бренду ждем заседания опек я думаю что все таки не согласует дополнительный рост нефтедобычи не согласует почему потому что есть опасения замедление экономики китая который влияет на спрос и есть подтвержденный факт значительного роста добычи в ливии ну зачем еще больше ухудшать ситуацию и когда вроде бы как есть уже условия при которых рынок может вернуться к балансу и еще скажем выкидывать на рынок дополнительное предложение мне кажется это будет даже неправильно я считаю что сохранение сделку в текущем формате без изменений это может там рынку немного помочь и толкнуть бренд в район 105 долларов за баррель поэтому предлагаю сделку buy stop с уровня 102 стоп лосс в районе 100 долларов за баррель и тейк-профит уже ближе к 110 и золото которое я долгое время шарпил признаюсь обжегся на этом шарте золото развернулось и вернулась по сути к планке 1800 долларов за тройку лунг сейчас в районе 1766 моя сделка на оставшиеся дни этой недели и до следующего нашего с тобой эфира это лонха целью 1800 долларов за тройку лунг сейчас причем на мой взгляд можно опять же покупать с уровня 1770 стоп лосс 1760 и ждать все-таки тестирование сопротивления которые обозначил основная идея это постоянного вот отсылка которая делаю на индекс хроничных настроений кайман сейчас мы видим обратную ситуацию той которую наблюдали во время прошлого эфира когда большинство собственно покупала и сейчас я делал вывод о том что нужно действовать против толпы сейчас большинство напротив уже продает и мы видим то что есть попытки выкупа золота даже вот практически стояв ли себя попытка вернуть золото в районе 1800 долларов за тройку лунг допускаю что на отчете нон-фарм фэрлс и до этого отчета все-таки будет буст для дальнейшего роста и мы увидим тест указанного на сопротивление виталий слова тебе всех приветствую на вид на рабочий экран да ну давай начнем золото ты золотом закончил давай ну по золоту аналогично считаю что долгосрочным как я уже ранее говорил нужно искать точки ухода на покупку в принципе они были на прошлой неделе как раз учениками развирал этот момент хотя тоже там были были сомнения на текущий момент каких-то мнятных хороших понятных моментов я не вижу по золоту она сейчас движение идет наверх вчера какой-то был не 100 лет вверх-вниз ходит да поэтому сейчас в принципе то что ты предложил секущих возможно купить стопло за минимум сегодняшний да с расчетом что сегодня будут покупать ну очень мало информации пример вот на прошлой неделе надо здесь было хоть какая-то коррекция там два дня сейчас вчера только один день коррекции и она закончилась мало информации поэтому ну честно скажу я пока не рынка но в принципе могут идти дальше как есть по рынку вот рынок весь сейчас у меня с таким вопросом да я меняю мнение по рынку не учитывая фундамент да учитывая опираясь на технику и она если что-то рисует другое я меняю свое мнение вот допустим а то что было по индексу доллара на прошлой неделе когда мы с тобой общались да я в принципе с фундаментальной точки зрения поддерживал тебя и все указывало на то что доллар дальше продолжит расти и но был такой момент что мы тоже обсуждали что возможно это все рынок заложил новости понимали что скорее всего поднимут на 0.75 ужесточение в принципе были на дальнейшее там говорили что поднимут ставки по разным там какие-то были моменты но рынок показал реакцию снижение индекса доллара и я как раз вот мы с тобой общались на прошлой неделе среду утром я где-то ближе к обеду там начал с учениками более детально разбирать и у меня появилась новая картинка была по индексу доллара что он скорее всего уйдет вниз и это так и произошло и вот ниже вот этого уровня сопротивления который у нас был мы его в принципе с тобой обсуждали это в районе там спасибо 20 да то есть я говорил что ниже этого уровня только шарты выше покупку поэтому вот так поменял свое мнение по данному инструменту и на текущий момент аналогично я вчера как раз по евро доллару тоже когда вышли новости от прс появился новый импульс наверх я уже поменял свое мнение по евро доллару я до этого был шартистом поменял на покупателя да и вчера как когда была реакция небольшая вниз на сильный уровень сопротивления 0,270 и и тренд здесь идет неплохой я перевернулся в шок поэтому на текущий момент мы с ребятами где-то в районе 0,240 шартили евро доллар и на текущий момент шартить новые рекомендации давать на шорт возле нижней границы достаточно рискованно я бы здесь выбрал такую тактику работать на на скажем я сейчас добавлю фигурку работать на пробой вот этого диапазона который есть у нас по евро доллару достаточно сильный это нижняя храница 1,01 там 10 да ну возможно взят 1,01 и верхняя храница 1,0270 при выходе с этой с этого диапазона уже работать работать скажем торговать евро доллар потому что вот если сегодня допустим день закроется у нас сильно будет выкуп на четверг еще какой-то будет выкуп на пятницу на нонфармах скорее всего будут пробивать верхние границы то что я возможно рисую если рынок это нарисует поэтому чтобы не понимая что мы нарисуем я даю вот такой выход с этого канала там уже если среда-четверг что-то покажет то возможно будет более конкретная точка входа в середине этого диапазона как бы вот так потому что сравнивая с индексом долларом евро доллара чуть-чуть отличаются графики хотя они синхронно ходят но чуть-чуть произошел сбой евро доллар он диапазоне индекс доллара с этого диапазона на прошлой неделе он вышел да и на текущий момент он уперся уровень сопротивления 106-20 а евро как бы еще в этом диапазоне находится поэтому индекс доллара я бы аналогично на сейчас даже если он удерживает этот диапазон 106-20-106-30 то могут его дальше продавить вниз потому что у нас скажем достаточно длинный такой тренд по индексу доллара есть коррекции да но никто не отменял это более глубокую техническую коррекцию по данному инструменту но мы как раз в тренде поэтому по евро работаем с диапазона по индексу доллара если сегодняшняя девочка закроется выше там 106-25 условно да тогда можно будет быть уже ближе к пятнице о возможном продолжении тренда ну как то вот так дальше что касается нефти здесь аналогично вот я был ранее шаркистом по данному инструменту таким преднесрочным да и вот на прошлой неделе я перевернулся в лонг я еще говорил в среду с тобой что если мы сломаем этот тренд возможно будут покупки по данному инструменту как раз мы закрылись это получается 28-28 29 мы закрылись выше уровня и вот я здесь покупал нефть и в принципе публично писал в фейсбуке в телеграме о покупках мы локально отработали я думал что реально мы пойдем дальше выше где-то ну в принципе неплохо там несколько долларов сходили вверх я думал что пойдем на это по лайк 105 110 но скинули нет да обратно нижней границе поддержки в район 93 это по лайк да бренд в принципе аналогично и сейчас возможно ли покупки стекущих да но достаточно рискованно потому что мы находимся мне не нравятся вот эти последние два дня как мы сильно скинули но если прям рискованно говорить о них в принципе можно купить стекущих это пропала 94 со стоплосом там 91 да 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 то есть но я говорю лично я здесь не покупаю потому что это для тех кто хочет поторговать на новостях если если сегодня мы там на на пек уйдем наверх каким-то импульсом и дальше на каких-то коррекциях я уже буду возможно сам уже лично покупать и поэтому рынок сейчас достаточно такой движение возможно все таки он ждет нэн фарма да что-то под накопит хотя есть какие-то мнения я уже сказал что по евро доллару я пытался с ребятами вчера шортить до этого мы после трс мы покупали если там несколько дней покупали с надеждой что мы пройдем 1 0 2 70 да и уйдем наверх потому что здесь здесь был есть и сохраняется еще достаточно усиленный среднесрочный паттерн налог по евро доллару но верхнюю границу вчера ночью не смогли пробить сделали небольшой импульс там проторговались то есть вот так потому что даже я подметил такой момент тут если взять все валюты да даже индекс доллара доллар франк фунт доллар канадский доллар австралийский новозеландский доллар 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 иену все инструменты вот сделали очень хорошую коррекцию евро доллару прям как он диапазоне кто-то его сильно держит поэтому выход с этого диапазона даст сильный толчок даже доллар иена кому мешает аналогично евро доллару сделать такую коррекцию пунктов получается по тысячу пунктов тот же самый австралийский новозеландский доллар мы тоже чуть-чуть с этого диапазона выходили наверх и канадский доллар тоже здесь был диапазон вниз немного выходили поэтому такие такой момент выход диапазона возможно ближе к пятнице как я отметил будет точка входа в этом диапазоне ну и по другим инструментам в принципе аналогично тот же индексы 500 вот в среду точнее там понедельник среда я шахтил на прошлой неделе в понедельник среду я сказал что здесь уже пахнет жареным по поводу шарта криво не будет потому что купили вторник очень хорошо и в принципе вот эти ожидания они так и сработали и на текущий момент тоже я вчера как раз все ожидали каких-то форс-мажоров да по китая китайцы реально ничего не делают более умные оказались нежели все ждали да думал что какое-то снижение пойдет то что там немножко шардел она пока пока еще есть потенциал ну тоже здесь здесь пока пока тренд сказать то же самое по криптовалютам если брать биткоин аналогично это в числах двадцатых я советовал шортить биткоин после этого выкупа который произошел на фрс я уже перевернулся в лон дальше снова в шорт короче здесь меняется там каждые два-три дня вот этот момент потому что рынок что-то рисует я уже принимаю по нему поэтому сегодня такой обзор скажем 2 рекомендации меня не искусны потому что на рынке есть вариант ослабление доллара да он держит уровень сопротивления да он тренде сильным но есть шанс на на его впереди короче еще раз напомню есть два точнее ну да два сегодня отчет по сфере услуг айсэм важный отчет особенно важны если вспомнить что пау неделю назад сказал что этот сектор очень сильный поэтому считать что экономика не в рецессии посмотрим сегодня насколько он брал ну и в пятницу но он фарма надеюсь что все таки действительно вот из этой неопределенности рынок выберется и на следующей неделе в понедельник у нас будет возможность конкретнее поговорить нарисовал доллар тренд для восходящего движения ли он на при по-прежнему будет болтаться в этом коридоре и ждать уже сентябрьское заседание фрс до которого еще очень много времени ну посмотрим тогда и обсудим спасибо виталий за твои сделки рекомендации хорошего те закрытия недели хороших выходных и когда увидимся в понедельник спасибо пока